Всех с днём рождения! После того, как улитка отодвинула топы и предтопы, техника, которая осталась на 9-0, должна была заиграть лучше. Поэтому я и решил затестить этот грозный и устрашающий объект 279. Бу! Испугался? Не бойся! Я друг! Редчайший тяжёлый танк на высоком боевом рейтинге. Что же может пойти не так? Начнём с плюсов. Тут есть 130-миллиметровый шлагбаум, который стреляет очень хорошими каморниками. Они и пробивают, и ваншотят, и летят неплохо, и с женой хорошей будут, если по снарядам угораешь. Ну и ещё есть фугасики. Перезарядка не самая долгая, но и не самая быстрая. Вот такие информативные факты будут в обзорах. Минус это броня. Мы играем на БРах, когда уже появились пусть бомжатские, но всё же ОБТ. И танки стреляют бобсами, которые на изичах проникают в самую глубь твоего ВЛД. И вроде возникает чувство несправедливости, что ты едешь на медленном и габаритном танке, который танкует на пару процентов лучше дефолтного танка на этом БР. Ну а вот такие ситуации, это вообще полный пизд. В общем, участь примерно как у ИСа 7-го. Не думаю, что есть разница, сколько возить БК, потому что 13 снарядов в затылке, а остальные просто частоколом вокруг экипажа стоят. Но ты так часто будешь лопаться с ваншота, что нет-нет, но задумаешься, надо ли вообще снаряды возить, или можно чисто с КПВТ наяривать. Кстати, да, пулемёт тут хороший, можно картонки добить или побырику гусли раздеть. Ещё прикольно, что тут есть задний ход. Дразнят танкистов перед топами и предтопами, ну дразнят. Естественно, нет ни теплока, ни дальномера, ну и в итоге мы получаем танк, который вроде бы как и в балансе, но основным его интересным и уникальным плюсом является лишь внешность. Да, крутой снаряд, которым стрелять одно удовольствие, и когда тебя не заметили, ты можешь давать много красивых минусов. Да и играть на нём прикольно, вроде как советские инопланетянские технологии и все дела. Но блин, как будто бы глядя на него, хочется какого-то танкования и осознавания, что ты едешь ибджанкать, а не быть атыбджанканным. В любом случае, танк редкий, получить его можно лишь из редкости кейсов, либо потратить одну тысячу долларов. Думаю, что таким можно и до свидания козырить, чтобы понравиться... мужчине. Ну а так моя задумка провалилась, и в ходе эксперимента с боевыми рейтингами для него, к сожалению, почти ничего и не поменялось.